Добрый день еще раз, коллеги. На самом деле, спасибо, что дали возможность посмотреть этот клинический случай, обсудить. И хочу сказать, что мне легче всего, потому что, в принципе, химиотерапевт до того момента, когда мы обсуждаем, он, в принципе, не нужен. Поэтому в большей степени будем обсуждать хирургические лучевые позиции. Что мне хочется сказать? Так, вспоминаем, да, с самого начала. 1B1, PIVR3, как я понимаю, выполнен. Дальше встает вопрос, нужна ли нам лучевая терапия. Мы по поводу лапароскопии не говорим. В 2014 году лапароскопическое лечение – это был расцвет лапароскопии. Поэтому все нормально. Сейчас бы мы с вами дискутировали о том, как бы выполнять эту операцию. Дальше у нас встает вопрос. Мы должны с вами рассмотреть гистологические исследования, определить факторы неблагоприятного прогноза, нужна ли лучевая терапия. Верно? Ну, смотрим, что на самом деле факторы неблагоприятного прогноза наши морфологи обычно не описывают. Обычно мы с ними созваниваемся и начинаем обсуждать. Ну, вот список, который ЭСМО публикует в 2017 году. Для нас что самое важное? Поражены ли лимфоузлы? Лимфоузлы должны быть все отсмотрены лучевым терапевтом, которые удалены. Правильно? В данном случае у нас с вами 6 слева, 6 справа. И два еще цветовых. Они все без метастазов. То есть они негативные. Дальше, конечно, это инфильтрация параметриев. Потому что... И лимфоваскулярная инвазия. Вот данных по лимфоваскулярной инвазии я здесь не увидела. Поэтому у меня вставал вопрос, да, нужна ли лучевая терапия или нет. Потому что если выполнен ПИВР-3 и нет факторов неблагоприятного прогноза, то, по идее, мы эту пациентку можем оставлять наблюдать, как я понимаю, по всем рекомендациям. А, соответственно, если у нас меньше объем или есть факторы неблагоприятного прогноза, то мы должны выполнять, проводить лучевую терапию. И она у нас улучшает время беспрогрессирования. Это рандомизированное исследование Ротмана, единственное, которое было для маленьких опухолей первых стадий. Но оно у нас только имеет тенденцию к улучшению выживаемости. Но поэтому мы говорим о том, что на самом деле мы достоверно не знаем, нужно было ли облучать больную или нет. Поэтому, пожалуйста, всегда просите ваших морфологов, обсудите с морфологами, какие вам показатели нужны для определения тактики дальнейшего лечения. Да? Ну вот, да, глубина инвази у нас, в принципе, нормальна. Вот нужна ли лучевая терапия и мнение морфолога. Ну и несмотря, конечно, на все, что было сделано, больной даже лучевой терапией возник рецидив через 9 месяцев. У меня вопрос будет потом к хирургам, к объему операции. Да, ну вот адекватность лучевой, о которой она была или нет, это расскажут лучевой терапевты, может, подробнее. Какой объем операции при рецидиве нужно было выполнять? Потому что, если мы посмотрим рекомендации ЭСГ, первым пунктом идет эта экзонтерация таза. Смотрим рекомендации ЭСМА, тоже тазовая экзонтерация. Смотрим наши российские рекомендации, русская. Также обсуждается вопрос экзонтерации таза. Ну, как многие профессоры, которые занимаются этим, они говорят, что мы должны быть на шаг впереди опухоли. И если у нас есть рецидив, даже маленькие влагалища, например, да, как в данном случае в культе влагалища, то, наверное, надо делать большой объем. Ну, это вот что скажут хирурги, потому что я химиотерапевт, да. Ну, по крайней мере, я бы посылала к хирургам с обсуждением этого вопроса, нужно или не нужно. Второй вопрос заключается в том, если вы выполнили радикальную операцию, да, нужна ли вам условная профилактическая химиотерапия? Вообще об этом нигде не написано, нет четких данных у нас. И, в принципе, если мы проперировали больную, наверное, ее надо оставить наблюдать. Что касается химиотерапии, сейчас обсуждается много раз перед операцией, еще и с бевоцезумабом, на мой взгляд, нецелесообразно, во всех рекомендациях таких позиций нет, либо мы оперируем больную сразу, либо, если она неоперабельна, то мы уходим на химиотерапию. И помню, что если мы уходим на химиотерапию с бевоцезумабом, мы его продолжаем до прогрессирования. То есть вот эти идеи, как давайте мы проведем бевоцезумаб, потом подождем 4-6 недели, а прооперируем больную, а потом дальше его что, продолжим или что делать, конечно, возникают вопросы. И вот, соответственно, рецидив через 10 месяцев, который возник, опять же, в этой же зоне, вот у меня сразу тоже возникает вопрос, не надо было делать экзонтерацию до этого. И вот я буду, наверное, в этой ситуации опять отправлять хирургам обсуждать экзонтерацию, но вот хирурги прокомментируют. Я думаю, что наш докладчик сейчас объяснит вопросы. И мне, конечно, интересно, что произошло с больной дальше после июня 2016 года, потому что там-то, наверное, как раз мы и будем обсуждать всю химиотерапию, которая пациентке была проведена. Спасибо большое. Отвечая на вопросы, возьму на себя смелость, возможно, ответить на вопрос по поводу удаления, по поводу постановки вопроса об экзонтерации на первой операции, в нашем центре все-таки рассматривается такая тактика, что если нет прорастания в смежные органы и нет подозрения на инвазию в смежные органы, то оптимально все-таки не выполнять, и есть возможность выполнить не калечищую операцию, а удалить местный локальный рецидив, то в первую очередь нужно думать именно о таком объеме операции, о не выполнять экзонтерацию сразу же первым этапом, потому что это значительно ухудшает качество жизни пациенток. Ну, то есть это не согласуется с мировыми стандартами, правильно, получается или нет? Потому что все рекомендации в первую очередь говорят о том, что если возможно выполнить экзонтерацию, то выполнить экзонтерацию. Или я неправильно понимаю, что давайте мы закончим, а потом мы... Экзонтерация выполняется, когда есть подозрения на инвазию в смежные органы. Если же инвазии в смежные органы нет, и рецидив сугубо локальный, в принципе показаний к экзонтерации как таковых нету. Это так в всем мире делаете, да? Правильно, абсолютно ответили на вопрос. Давайте продолжим обсуждение клинического случая. Нами была предпринята следующая тактика. В июле 2015 года пациентке было предложено хирургическое лечение. Перед этим пациентка была консультирована с врачами-радиотерапевтами, которые из-за наличия блезного отека стенки мочевого пузыря и высоких рисков формирования пузырно-влагалищного освеща отказали пациентки в проведении курса лучевой терапии. И нами была проведена операция лапаротомия, передняя экзонтерация органов малого таза, удаление рецидивного узла в малом тазу, секстерпация влагалища, цистектомия с формированием велиокондуита по брикеру и резекция передней стенки верхнего ампулярного отдела прямой кишки. И также мы дополнили операцию с выполнением параортальной лимфодоноктомии. По послеоперационному гистологическому заключению подтвержден рецидив эндоцеркальной аденокарциномы 4 см в диаметре в наибольшем измерении, прорастающей все стенки мочевого пузыря с изделением слизистой оболочки. Края редекции вне опухоли, параортальные лимфатические узлы без метастазов. Там была резекция стенки кишки с ее ушиванием. Там данных за опухолевую ткань не было. В связи с резекцией передней стенки прямой кишки пациентке в проведении послеоперационной лучевой терапии было отказано в ранние сроки. И поэтому у пациентки был проведен 2 курса химиотерапии по схеме гемоцитабин в монорежиме, который также был прекращен из-за развития гематологических осложнений. Надеемся, пациентка находилась под наблюдением. И в 2017 году, через 22 месяца после выполнения экзентерации, то есть это практически 2 года, был зарегистрирован уже третий рецидив у данной пациентки. Также рецидив находился. Но рецидив уже находился в, прошу прощения, тут опечатка в пресакральной области. По МРТ малого таза отмечалось появление узлового образования пресакральной на уровне 1-2 поясничных позвонков вдоль фасций сосудов с умеренной воскулиризацией размерами около 2 сантиметров. Пациентка была обсуждена с радиологами. С учетом исчерпывания возможностей хирургического лечения пациентка была отправлена к химиотерапевтам для проведения лекарственного лечения. Пациентке было проведено 4 цикла химиотерапии. Гемцетабин в монорежиме была достигнута стабилизация процесса, но после этого пациентка на полгода выбыла из лечения, из наблюдения по личным обстоятельствам. И появилось у нас только в мае 2018 года, где было отмечено прогрессирование, рост узлов при сакральной области. Пациентке было проведено 4 линии химиотерапии по схеме Ирина Текан в монорежиме. Последний визит был в августе, после двух циклов химиотерапии достигнута стабилизация процесса. После 4 пациентка также пропала из-под наблюдения. Вот так. На этом все. Спасибо. Затрудняю сейчас ответить, но пациентка была проконсультирована с радиологами, и там, видимо, из-за близкого расположения возможно и лекандуита, они отказались также в проведении лучевой терапии. Им тут лучше спросить у врачей и радиотерапевтов. Спасибо, Юрий. У нас возможность повторного голосования, судя по всему, открылась. Давайте проголосуем, потом начнем обсуждение, потому что время у нас есть, и можем все вопросы интересующиеся, потому что очень много вопросов возникло, обсудить. Тактика по поводу лечения первого рецидива все-таки хирургическое лечение или проведение химиотерапии? Прямо аккуратно. О, лучевой терапии включились. Так вот сейчас, ретроспективно, какой объем бы вы делали при первом рецидиве? Вот ретроспективность. Ну, ретроспективно, возможно, экзентерацию. Но, опять же, если будет повторно точно такая же пациентка с точно такой же ситуацией, с точно таким же рецидивным узлом, объем операции будет все-таки в объеме удаления рецидивного узла. Потому что нету показаний у нее для экзентерации с учетом. Значит, завершение... Можно попросить вывести результаты прошлого голосования? И вот этого, если получится, на одном слайде, чтобы посмотреть, как поменялось мнение аудитории и поменялось ли оно после выступления мнений экспертов? Это только эллисичные. Можно вывести на проектор, потому что он появился на телевизоре, а на проекторе нет. Ну, незначительно, статистически недостоверно, увеличился процент хирургического компонента в лечении. Ну, и уменьшился варианты химиотерапии. Давайте перейдем к голосованию по второму рецидиву. Эти цифры мы запомнили. Можно попросить открыть голосование по последнему вопросу по второму рецидиву? Голосуйте, пожалуйста. Отвечая на вопрос также по гистологии, по степени риска рецидивов и агрессии опухоли, спрашивали про наличие лимфовоскулярной инвазии. Напомню, что это был 2014 год. У нас, к сожалению, тогда еще рутина не определялась во всех гистологических заключениях лимфовоскулярной инвазии. Сейчас это производится, естественно, в обязательном порядке, также с оценкой инвазии опухоли на третье по шейке матки, потому что инвазия более двух третей шейки матки в толщину. Это тоже является одним из факторов риска, высокого риска рецидива и один из факторов показаний к проведению лучевой терапии. Мнение аудитории также складывается в пользу хирургического теня. Можно также открыть с этим же вопросом, точнее, предыдущее голосование? Было. Вот после наших докладов увеличилось число поклонников хирургического лечения, после, видимо, доклада двух наших хирургов, особенно Кирилла Георгиевича. Ну, давайте перейдем теперь к обсуждению. Спасибо. Спасибо. Юрий Николаевич, Вы присаживайтесь, потому что могут быть какие-то вопросы к Вам. И первое, что я позволю сказать себе, что действительно сейчас стоит вопрос, каким доступом мы должны оперировать лапароскопию, лапаротомия. Но, опять же, это все дискутабельно. Поступать? Да, конечно. Уважаемые коллеги, ну, на самом деле, вот случай, который мы сейчас с Вами обсуждаем, он непростой. И все, кто регулярно приезжает в период белых ночей, 2014 год, это тоже поценка оперировалась в прямой трансляции в нашу аудиторию. И мы все обсуждали объем в радикальной гистроктомии. Это я, что хочу сказать? Я хотел бы прежде всего сказать, что про лапароскопию хирургии рака шейки матки в прошедшем времени я бы не говорил. И в данной ситуации это пациентка, которая оперировалась в прямой трансляции, где в прямом эфире мы с Вами обсуждали объем параметра к тайме, технические особенности. Вы знаете, да, вчера была у нас такая утренняя сессия с такой хорошей, мне кажется, интеллигентной, профессиональной перчиночкой. И мы с Вами посмотрели на цифры очень хорошего исследования, крупного исследования и очень полезного исследования. Вы знаете, ну, два хирурга согласны только в одном, что третий хуже. Поэтому хирургию рандомизировать, мне кажется, это очень неблагодарное дело. Более того, мы с Вами прекрасно видим прямые трансляции и живую хирургию, и мирового уровня экспертов, и из разных стран, и из разных городов. И, по сути дела, мы критически оцениваем особенности этой хирургии. И эта операция, если честно, она была, выполнялась нашими иностранными экспертами. В 2014 год мы начали оперировать лапароскопически. В 2012 году радикальная гистроктомия в онкогинекологии, непростая хирургия, и даже владение тонкостями этой хирургии определяет, в общем-то, определенный эшелон хирургического мастерства в онкогинекологии. А теперь давайте мы интерпретируем. Вот мы сейчас так вот, благодаря Педро Рамиросу, мы очень акцентируем на безопасность лапароскопического доступа в онкогинекологии. А скажите, пожалуйста, за последнее время кто-нибудь продокументировал результаты открытой хирургии даже при вот таких показаниях к операции? Да? И я, честно говоря, и исследование ЛЭК, мне вполне, ну, я вижу цифры по эндоскопическому доступу, но, извините, никто из экспертов, который там участвовал, не показал уровень параметроктомии, особенности хирургии, и даже в тех рецидивах, которые они продемонстрировали. Вы меня извините, но при вовлечении параметрия в 7% случаев, какие еще могут быть исходы, отдаленные у больных, которые представлены в исследовании ЛЭК? Это тоже вопрос, правильно? Ну, если вы, извините, мы говорим N1, а там большой достаточный процент был пациентов N1, вовлечение в параметрии, извините, было, а всего лишь адювантное лечение получали по исследованию наших американских коллег, там, по-моему, 28%. Ну, в общем-то, результаты, они тоже, на них нужно каким-то образом смотреть. Более того, обратите внимание, мы все ссылаемся, всегда говорим, ранние стадии рака шейки матки, хорошие результаты, радикальное лечение, и больше 90%. Да, и показаны нашими американскими коллегами, великолепные результаты открытых хирургий, 2% рецидивов. Это очень хорошие результаты. Вопрос тогда, почему? Они должны быть другими. Если сейчас мы проанализируем теперь открытую хирургию, не будем уже тревожить наших иностранных коллег, а на нашем российском уровне, вы извините, да, но я ни одной живой хирургии не видел открытую хирургию Абергейма. Покажите ее. Что мы делаем меньше? Ну, показать. Все возможно. Сейчас все-таки... Насчет открытой хирургии я потом все же возьму слово. Как говорит наш президент, который родился в Петербурге, каменный век в России закончился не потому, что камни кончились, потому что новые технологии появляются. Поэтому, вы знаете, да, давайте мы тогда следующее наше покажем, потому что мы говорим, расширенные параметры октомии, расширенные параметры октомии. Что такое расширенные параметры октомии? Объясните мне. С мышцами удалять при первой стадии заболевания? Вопрос зачем? Да, и так далее. Тогда в хирургии, извините, мы говорим, хирургический край, и правильно Кирилл говорит, да, пожалуйста, вот гистологические заключения, вот это. И мы сейчас идем по этому пути. Любая сейчас радикальная гистрактомия, это обезмат своих морфологов, требуем вот такой протокол. Мы просим их нам показать границы заднего параметра, бокового, переднего параметра и так далее. Поэтому здесь я бы вот немножечко, извините за эмоциональность, на слово лапароскопия, это ведь доступ, это доступ всего лишь напросто. А все остальное, извините, мы должны ориентироваться на хирургию. Я больше хочу сказать, никого не хочу обидеть. Но за последнее время у меня была возможность проехать по многим отделениям, онкогенекологическим отделением диспансеров. И очень много коллег приезжало на рабочее место в нашу операционную, двери которой абсолютно открыты. На вопрос, сколько хирургических пространств нужно отработать гинеколог, онколог, выполняя радикальную операцию, 99,9% отвечают, мы удаляем на уровне стенки таза. Но представления о стенках таза, к сожалению, разные. Поэтому вот в этом отношении я хотел бы для нас, а более того, вчера Алексей Сергеевич тоже делал свое выступление, давайте посмотрим на техническое обеспечение наших операционных. Это, конечно, вопрос не к нам с вами, это вопрос к руководителям. Извините, у нас мы с вами иногда, приобретая оборудование, говорим, а сколько раз это можно стерилизовать, да? Вот, собственно говоря, отчего все это должно быть. Поэтому я бы, честно говоря, вот здесь на доступ бы не… Какая разница, вы знаете, я начинал свою онкологическую… Я пришел уже в зрелом состоянии в онкологию, но меня учили почему-то радикальную гистромию, надо из фэнэнштиля сделать. Да какой из фэнэнштиль для радикальной операции? Поэтому давайте мы чуть-чуть к хирурге относиться с пониманием, во всяком случае, и да, это очень тяжелая ситуация. Ретроспективно теперь, касаясь этой пациентки, да, ну, понятно, заведомо опухоль, которая по своим биологическим свойствам достаточно агрессивная. Достаточно ли объем параметры эктомии выполнен? Ну, если говорить о пивер-3, да, для этой операции достаточный. Но, обратите внимание, ведь мы тоже иногда говорим, лапароскопия, лапароскопия. Что, при открытой хирургии рецидивов не бывает? Бывают. И их не меньше. Если мы так чуть-чуть сейчас зададимся целью проанализировать отдаленные результаты. Но второй момент. Мы все забываем немножечко опять о биологии опухоли. Показаны исследования, да, на примере уже ретроспективного анализа патологического исследования. При объеме опухоли, я абсолютно согласен с Ириной Григорьевной, что для нас важны даже не расстояния, не размеры опухоли, а объем опухоли. При объеме опухоли 5 мл, 5 мл, кубических мл, да, вовлечение тканей параметрия составляет от 2 до 5%. Это результаты опубликованы. Поэтому на самом деле успех нашей хирургии, он еще определяется и, к сожалению, онкологическим заболеванием. Да, у этой пациентки вот эти факторы, наверное, имели право быть. Как, собственно, качество и хирургии. Я не снимаю с роли этого компонента. Но, извините, иногда демонстрируют, показывают особенности хирургии открытой. Вот такое вот, извините, длина влагалища и, извините, по краю цервикального шейки матки. Это что, Вергейм? Или наши иностранные коллеги показывают, Иракли может это прокомментировать, показывают параметр эктомии, извините, длину маточной артерии. Да мы ее можем пересечь и от бифуркации общей подвздошной артерии. Это что, параметр эктомии? Нет. Поэтому и этот компонент тоже имеет. Но здесь это объем и ответственность, конечно, фактор хирурга. Что касается теперь этой больной, да, ретроспективно, наверное, мы должны были подумать, и я абсолютно согласен и с сегодняшними комментариями, и с рекомендациями, конечно, мы должны быть, как у хорошего летчика, он все видит, что происходит на грязной ноте на 500 метров дальше. Это теперь говорить о висцерации. Но мы еще должны говорить о пациенте, и насколько пациентка готова, несмотря на очень хорошие показатели качества жизни, которые Кирилл продемонстрировал, но это редкие вещи, это качество жизни, это больных страдает. И, конечно, мы обсуждаем с больными, когда выбираем тот или иной метод лечения. В данной ситуации это обсуждалось с пациенткой. В перспективе, конечно, все закончилось эвисцерацией, к сожалению, прогрессированием в последующем заболевания. Поэтому вот здесь, наверное, мы можем только уже какие-то моменты ретроспективно, наверное, обсудить, но успех, к сожалению, вот такой. Но мы открыто показали этот случай, потому что он, большинством мы его видели. Мы и впереди у нас еще будем демонстрировать те ситуации, которые мы сталкиваемся в клинике. Спасибо большое, извините. Спасибо большое. А Игорь Викторович, а можно вопрос? Вообще очень эмоционально у вас в своих хороших выступлений. У меня такой вопрос. Вы сейчас опять говорили о лапароскопии, когда в начале. У вас было очень много вопросов, касающихся качества проведения исследований и так далее. Почему вы вчера не задали их Петро Рамиресу? Почему я их вчера не задал в Петро Рамиресу? Потому что вчера, я так понимаю, что все мы, дискутанты, пришли к тому, что все-таки мы говорим об открытой хирургии и в некоторых случаях о лапароскопии. Я не задал Петро Рамиресу вопросы, потому что он когда начал делать свое выступление, он сказал, пожалуйста, я сейчас расскажу, покажу, не надо меня ни о чем спрашивать, вот, пожалуйста, мои факты. И они вас не убедили? А? Они вас не убедили. Вы знаете, я к ним отношусь с уважением, потому что на самом деле надо отдать должное, все-таки так проанализировать скалькулезно эту работу. Я считаю, что это он сделал большое дело. И для меня лично его результаты, они не являются каким-то, знаете, моментом, который остановил бы нашу хирургию для этой категории больных. Да, ответственность принятия решения после опубликованного исследования очень высокая. Мнение хирургов в отношении, или после этого исследования резко изменилось во многих клиниках. Пожалуйста, вот Артем, он проповедовал хеккельскую теорию, там, расширенных параметров эктомии, там, до всех мышечных структур таза. Он сейчас у себя в Ереване радикальную лапароскопическую гистрактомию не выполняет. Не потому, что он не умеет это делать, потому что там другие особенности организации медицины, он просто боится судебных финансовых расходов. И в случае, если что. Причем они, собственно говоря, эти рецидивы возникают и без этой лапароскопии. Вот вся как бы ситуация. А Ирак Литодова, он сейчас будет говорить о том, что, да, все это не так, вот надо просто сделать операцию шаута, и это будет хорошо. Я тоже с этим не согласен. Я считаю, что вагинальная хирургия великолепная хирургия, но она интуитивная. А для хирургии должен быть граница, визуализация и так далее. Поэтому мне, в принципе, да и почему не задал, да, потому что в конце тот же самый наш Петр Рамира сказал, что в Соединенных Штатах Америки вопрос о лапароскопии не закрыт, но он открыт, и нужно обязательно говорить с пациентом. Я с этим абсолютно не согласен. Как пациент может выбрать себе метод лечения? Мы давайте перенесем этот этап. Это другая вещь, касающаяся этики. Мы, наверное, сейчас не будем обсуждать это, но просто вы должны давать пациенту согласие, информированное на подписание лапароскопии, где написано, что по данным исследований у такого-то, вероятно, у него может чуть чаще возникнуть рецидив. Нет, извините, я это не должен. Но у нас есть Светлана Валерьевна, председатель хирург. Я это не должен делать, извините. Нет. Мы все, на самом деле, наши с вами... Ну, нет, вы немножечко позже, а мое установление начинается с 90-х лет. И что такое судебное и прочее притязательство с пациентами, я это прошел, собственно говоря, вот в качестве ординатора, аспиранта, и занимался этим. Когда мы информированное согласие давали, где писали, пациент, тогда не было лапароскопии, открытой хирургии, мы писали, что вы даете согласие на хирургическое лечение, при этом вы должны знать, вы умрете от того, что вам ведут на вокаин, вы умрете от того, что у вас будет тромбоэмболия, что интероперационно может потребоваться кровь, мы ее будем переливать, она будет несовместима, да, и пациентка с миомой матки, я тогда занимался еще бесплодием, да, или бесплодием, да, она так смотрела на это и думала, господи, да пойду я лучше усыновлю. Поэтому тоже давайте не будем это самое... Ну, это юрист, мы... Далеко вперед. У нас Светлана Валерьевна... Игорь Ильич, просто я очень вам признательна, но мы вот эмоционально ушли в другую сторону, у нас тема нашего клинического случая – это висцерация органов малого таза. И я вам очень признательна, что мы опять вернулись к лапароскопии, но все же хотела спросить у наших уважаемых хирургов. Вот, Кирилл Георгиевич, будьте любезны, выйдите, пожалуйста. У меня небольшой вопрос к Юрию Николаевичу. У меня вопрос, какой вид пластики был выполнен этой пациентке, и я бы хотела получить комментарий, Кирилл Георгиевич, какой метод девиации мочи был? Операция Брикера или что? Я просто... Операция Брикера. Вот ваше мнение. Потому что, смотрите, с момента 50-х годов прошлого столетия уже много лет прошло, и мы возвращаемся к операции Брикера, хотя ежегодно на конференциях онкоурологов мы обсуждаем, но там до 60 видов отведения мочи существует в настоящее время, а мы все же прибегаем к варианту Брикера. Мнение онкохирурга, и в завершение мы выслушаем небольшой доклад нашего коллеги из Армении. Слушаю вас. Ваше мнение, так как все же сухие стомы это несколько лучшее качество жизни пациентов? Мы сейчас все-таки говорим не о том, что пациент после эссерации живет год, а о том, что мы хотим добиться 50-летней выживаемости. Сухая стома – это стома с высоким давлением. Это восходящая уровень инфекции, некупируемая в течение первых двух лет. Поэтому, если мы хотим говорить о какой-то длительной выживаемости, мы должны говорить о резервуарах низкого давления. Говорить о ортотопической пластике в ситуации с рецидивом рака шейки матки вообще нет смысла, потому что это зона продолженного роста. Методика Брикера сейчас очень модифицирована. Она очень упрощена, никаких там детабуляризаций сегментов не делается. И самое главное, что за последние 20 лет производство УРА, КАЛА приемников дошло до такого состояния, что действительно человек нет аллергических реакций, хорошо держатся мешки, человек может этим спокойно пользоваться, может в бассейн ходить, что хочет делать. Поэтому упрощение методики, стандартизацию, абсолютное практически отсутствие послеоперационных осложнений. Поэтому, наверное, по тому мы к Брикеру и вернулись. Спасибо большое. Я можно два слова скажу в защиту Игоря Викторовича? А мы его не обижали. Нет, но я в плане того, что я абсолютно с ним согласен, что должны быть вырублены четкие показания, как мы делать операцию будем, руками будем делать или палками. Это просто метод доступа. Методики должны быть. Если методика не отработана в клинике, тогда лучше это не надо так оперировать, потому что и руками можно натворить все, что угодно. Относительно первого рецидива, если нет прорастания рецидивной опухоли в мочевой пузырь, ну, конечно, надо делать экстерпацию культивлагающей, никакой нормальный, даже я, хирург, не пойдет на висцерацию органов малого таза первым этапом. При втором рецидиве висцерация малого таза. Я не согласен только с одним, что когда появился просакральный рецидив третий, локальный, но, безусловно, его надо было хирургически убирать, не задумываясь даже. Спасибо.